Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Дождались кардинальных мер. Контейнерные площадки предприятия «Коммунальщик» на особом контроле администрации города. В селе Варваровка провели субботник. На телеканале Анапа-регион стартует проект «Герои нашей победы». В детской спортивной школе «Виктория» прошли соревнования по плаванию. Реформы в работе предприятия «Коммунальщик». Мэр Анапа Сергей Сергеев назначил своих заместителей и руководителей городских предприятий ответственными за территории, на которых размещены мусорные контейнеры предприятия «Коммунальщик». Мера вынужденная в связи с ненадлежащим исполнением предприятия своих обязанностей. Месяц назад в ОАО «Коммунальщик» решили заменить железные контейнеры на пластиковые еврообразца. Хорошие вроде бы дела. Но обмен прошел по курсу 1 к 4. Вместо 4 старых на площадках поставили 1 новый. Он объемнее. С принятием этого решения и воплощения идеи в жизнь в Анапе начались проблемы с вывозом мусора и ТБО. От анапчан прозвучало множество жалоб. Власти города поручали компании привести площадки в порядок, вернуть былое количество контейнеров, убрать грязь. Но предприятие выполнило требования лишь частично. Мэр Анапы Сергей Сергеев своим особым распоряжением закрепил за муниципальными служащими 46 территорий, где расположены мусорные контейнеры предприятия «Коммунальщик». По распоряжению главы города и в связи с ненадлежащим исполнением коммунальщика своих обязанностей. Мы проехали по городу. К обеду все контейнерные площадки привели в порядок. Похоже, в коммунальщике ждали, чтобы гром грянул. Без постоянных напоминаний и тотального контроля со стороны администрации города работать не получилось. Весна пригласила на субботник жителей Варваровки. В селе есть место, которое требует постоянного внимания и ухода. Это источник Святой Варвары, где круглосуточный и в течение всего года набирают воду жители города-курорта и гости Анапы. Источник Святой Варвары у подножия нового величественного храма окружают сильно дряхлевшие деревья. Активисты округа, тосы и казаки решили провести субботник, чтобы обезопасить себя, своих детей и гостей курорта, которые приезжают на источник и в храм, оставляют под этими деревьями машины и отдыхают сами. Объем работы очень большой. Если вы посмотрите, это и расчистка канавы, которая здесь у нас захламлена за зиму. Ветки упавшие, мусор нанесло. Вот пригласили. В основном работа мужская, но и женская есть. На самом источнике посадили цветочки, анютины глазки, которые тоже красиво смотрятся. Благоустройство нужно, ну как, чтобы душа радовалась. Место у источника постепенно благоустраивается. Депутаты Совета города-курорта и ЗСК по этому округу выделили средства на отсыпку территории. А вот расчистить ручей, чтобы талые и дождевые потоки воды, идущие с горы, не заливали источник Святой Варвары, местные казаки и все неравнодушные селяне решили на общем субботнике. Готовимся к светлому празднику Пасхи, и поэтому приводим в порядок территорию, прилежащую к храму. Хотим, чтобы было хорошо, светло. Всех с наступающим праздником. Это наш храм, нашего Варваровки. Здесь убрать, порядок навести. Будет красиво, все здесь чисто. И всем приятно будет, и нам тоже. Скоро такой праздник великий. Надо, чтобы люди смотрели, им было же приятно здесь находиться. Поэтому мы здесь, чтобы навести порядок в своем хуторе. Этот зеленый уголок считается в городе-курорте одним из самых уютных. И благодаря храму, святой великомученице Варвары, украсившему местность, становится для многих жителей Анапы таким уголком, где можно задуматься о вечном и неприходящем. Поэтому здесь, конечно же, должны царить чистота и порядок. И к другим темам. Мы начинаем цикл сюжетов о ветеранах. И первый в знак памяти и преклонения о Вере Константиновне Герцевой, ветеране Великой Отечественной войны и труда. В этом году, 30 сентября, ей исполнилось бы 100 лет. В старом мамином доме осталась жить Антонина Герцева. Она собрала в единый архив медали, грамоты, поздравления Веры Константиновны президентом России с Днем Победы. Бережно хранит переписанную рукой матери молитву «Отче наш» и «Десять заповедей», которым она следовала, так же, как и клятве Гиппократа. Вера Константиновна Герцева родилась в 1914 году и в революции осталась круглой сиротой. Советская власть дала ей два образования – фармацевта и врача. Мединститут Вера Константиновна закончила перед самой Великой Отечественной войной и всю войну прослужила в медсанбате. А затем больше 40 лет в Анапской поликлинике терапевтом. На работу ее принимал сам Владимир Аванесов и высоко ценил ее богатый врачебный опыт. Последние 19 лет Вера Константиновна была прикована к постели и с ней рядом была единственная дочь Антонина. Я всегда боялась, что я одна здесь и думала, что же мне делать. И вышло все самым замечательным образом. Помогли друзья из тенториума, соседи. Пригласили батюшку Петра из собора Божьей Матери Державная. Отпевал. Приходили советы ветеранов. Тоже про маму золотые слова сказали и на кладбище, и здесь тоже. В общем, все прошло, я думаю, самым наилучшим образом. Я всем благодарна за помощь. Помнить Веру Константиновну Герцеву будут тысячи людей, кому она облегчила боль и помогала жить. В Анапе проходит открытое первенство по плаванию. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях и на церемонии награждения победителей. Первенство – это, по сути, отчетные перед летними каникулами соревнования учащихся спортивной школы «Виктория». В традиционных зачетных соревнованиях принимает участие более 200 юных пловцов. Апрель месяц такой напряженный, в большом количестве соревнований, в частности, по младшему возрасту. Мы соревнования проводим в Анапе, дабы скомплектовать сборный команд по этим возрастам и выявить сильнейших. Также эти соревнования являются отчетными для контрольных нормативов специальной физической подготовки в воде. То есть мы смотрим на то, как дети научились плавать за год. Соревнования включают индивидуальные зачеты вольным стилем и брасом на дистанцию 50 метров и эстафетное плавание 4 по 50 среди мальчиков и девочек отдельно в пяти возрастных группах. С самого начала тренировок преподаватели спортивной школы «Виктория» стараются заряжать ребят духом полезного спортивного соперничества. Так что даже самые маленькие пловцы 2006 года рождения уже влюблены в этот вид спорта, которым, как говорится, сам Бог велел заниматься там, где есть море. Я люблю тут заниматься, потому что вот я занимаюсь, занимаюсь и вот на соревнования попадаю. Ты занимаешься спортом и вот, ну, ты развиваешься хорошо на плавании. Получается, ты и одновременно учишься плавать. На море, когда на глубину заплываешь, такое чувство страха сначала, а потом так ничего, плаваешь на глубине. Нравится мне занимать места. Первое, второе, третье. На плавании хорошо. И надо учиться плавать. Среди этих юных плавцов есть такие, кто поднимается сегодня на первой в своей спортивной карьере педестал почета. По сути, они олимпийские надежды Анапы и России. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу, 11 апреля в Анапе будет солнечно. Днем воздух прогреется до плюс 13,16, ночью до 10 градусов по Цельсию. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 8 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.